Единая Россия не реагирует на эту критику, ведь сколько уже говорится о том, что избирательная система у нас ущербна. Они обижаются, что я сказал, что это плохая... Говорят, что Горбачёв не понимает в российской политике. Да, 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 да. Оторвался от России. Оторвался от России, да, да, да. Я думаю, Россию надо оторвать от этих людей. А сейчас у нас полагается на Владимира Владимировича Путина. Как мы едим на Единой России. Вот, говорю, он присоединился к Единой России. Я думаю, не надо было это делать. И в результате за неё голосовали. А он и не член партии. Я узнал только вот недавно. Так что на него всё-таки всё не надо. Там хватит и без него героя. Но всё-таки кто... Я был поражён, что Дмитрий Анатольевич только приступил и опять какие-то предложения внёс по вопросам голосования. Если уж браться за это дело, то надо браться вот так, как я говорю. Надо обеспечить реальное участие людей. Надо обеспечить выборность сквозную. Вот где вертикаль нужна. Всех избирать. Михаил Сергеевич, но ведь при Путине начался как раз слом этой вертикали. Я имею в виду выборной вертикали. И она была заменена на так называемую вертикаль власти, суверенную демократию. Кто даст добро на то, чтобы изменить эту систему? Или кто добьётся того, чтобы её изменить? А что, нам добро нужно, чтобы дал Путин, что ли? Это дело народа. И по закону правильному везде. Законы-то принимаются везде парламентами. И по законам избираются. Значит, законы надо провести эти. Общество должно, пресса, общество выйти с проектами, вплоть до референдума. Какой вынести референдум на одобрение, и он в основу, и по нём избирать тогда. Следующие выборы должны быть так избираться. Но проблема-то в том, что общество пока молчит и просто не ходит на выборы. Так у неё и остался один только способ. Голосовать ногами. Настроение у людей плохое. Бесполезно. Говори, не говори. В том-то и дело. Пресса тоже, если заплатили, ещё может что-то написать. Не заплатили, тоже её такое положение поставили. Михаил Сергеевич, ответственность лидеров Единой России и лидера Единой России за то, что происходит, она велика? Безусловно. Безусловно. И пусть они не пытаются свалить на кого-то. Это они делают сознательно, разрушают избирательную систему, уже доломали её, которая позволяет сейчас манипулировать вообще таким самым главным процессом. Смотрите, по сути, у нас нет механизма перехода власти от одной политической силы к другой. То есть самого главного механизма. А почему? Будет. Сейчас 2 умират, потом 3 умират. Это же было всё в истории. Ещё так наберём. Но это как раз не переход власти, а сохранение власти во ней. Ну, конечно, не переход. Это то, что я называю, чёрт побери. До чего мы дожили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!